привет привет друзья всем привет с аляски сегодня у нас воскресенье 18 января и хоть я и улыбаюсь но на самом деле утро у меня не доброе засорилась раковина вот вода стоит и не уходит и переливается вот сюда в эту раковину я уже пыталась прочищать пробивать но бесполезно она вот переходит туда в эту раковину и толку никакого я скипятила чайник и налила кипятка чтобы проверить где затор и вот кипяток он у меня моментально дошел вот до этой точки и здесь было холодно но сейчас вот сейчас я чувствую кипяток по всей по всей трубе уже вот здесь тоже то есть если засор был здесь то он либо его проталкивает потихонечку и проходит либо затор вообще вот там где-то дальше 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 туда в стене в трубе и конечно туда я не залезу если бы это было здесь если бы я была уверена я конечно смогла бы открутить и почистить вот это колено причем знаете что смущает и говорит в пользу того что проблема не у меня то что судя по прошлому опыту всегда знаешь что беда не приходит вот так резко оно постепенно оно начинает медленнее уходить хуже работать и вот так вот может тянуться месяц второй и потом в конце концов забивается труба полностью здесь же это произошло буквально вот сегодня с утра до этого все прекрасно работало все уходило все сливалось то есть не могло но зариться на в один день причем вчера ну что что я готовила я готовила драники и молола картошку на диспозоре и все ушло прекрасно вечером я мыла посуду составляла в посудомойку я ее включила вот она у меня помыла всю посуду вчера то есть ничего не предвещало и кстати удивительно что еще машинка успела закончить свою работу а то могла бы набраться вот эта полная раковина воды с машинки ведь слив идет в эту же канализацию вот она моя сквикишка здесь улеглась я уже показывала вот отсюда идет теплый воздух из этой решетки и прямо под ковер и здесь очень тепло под ковром прямо горячо сквикишка вот здесь у меня лежит маленьком написали что я не люблю тебя люблю девчонки но вы чего в самом деле если уже я не люблю этих кошек то не знаю тогда кто любит ну побесились мы до сквикишка побесились поиграли вот как дети например играют они мутузят друг друга подушками кидаются это не значит что они друг друга ненавидят вот она же конечно я ее люблю я ее и целую и глажу то она ложится на кровати уже ждет меня что я приду я прихожу ложусь сзади вот так вот и начинаю ей дуть вот сюда в шейку она прямо любит умирает лежит вся растянется вытянет вот так голову вот ну что это такое вот давай мыша ну они друг с другом точно так же могут побегать поиграть даже где-то подраться ну а иначе какая бы была их жизнь вообще скучная целыми днями спать что ли поиграть же тоже надо да сквика поиграть то тоже же хочется они хоть и взрослые но все равно как маленькие вот она за мышами бегает ну вот вот что это посмотрите кошки 8 с половиной лет по человеческим меркам 51 или 52 она все с мышками играет гасквик вот она все играют с этими мышами и наоборот в радость если я подхожу к ней начинаю ее там трепать задираться вот так вот это же интересно поверьте они совершенно не обижаются на меня и наоборот любят сами подходят и голову вот так под руку толкают чтобы я их трепала до ну вот посмотрите на нее ну разве если бы эту кошку ненавидели разве она бы вот так позволяла да разве она бы позволила вот так вот с собой обращаться ну вот она они вообще кошки были очень дикие когда мы с рекордом поженились я приехала у него уже были эти кошки сквике было два года а уже было четыре года они были вообще дикие не то что вот так их погладить к ним подойти нельзя было не убегали прятались это вот за столько лет совместного проживания я еще как-то их более-менее приучила сквика очень любит когда ее вот так вот хлопают вот она может мякнуть но она идет она идет сама подставляется вот понимаете не нравилось она бы убежала она мявкает а идет и ближе ближе ко мне вот так встает вот играет уход она радость для кошки ну элджи вот уже вообще все ободрали всю свою подставочку ободрали да надо новую покупать надо новую вам покупать вот они а элджи вообще вечером когда я ложусь спать она приходит раньше такого никогда не было это вот последние несколько дней она раньше приходила просто ложилась где-нибудь неподалеку от меня рядышком а сейчас она приходит и прямо мне подмышку мордочкой подмышку утыкается и хочет чтобы я ее гладила вот они видите что делают я наоборот так радуюсь когда они разыграются бегают друг с другом подерутся немножко это так редко случается вот теперь я вижу как вы шарики роняете раньше я понять этого не могла теперь я это вижу скрика ты чего л дигоняешь бедная моя элджи тишка вот она вот белка выскочила по снежочку бегает где-где не вижу уже вон она ну он она на дерево так быстро бегает не успеешь ее заснять с одного дерева на другое а на улице у нас прошел снежочек вот все припорошила такое вот небо затянутое но тепло очень тепло ноль даже плюс один вот и я сейчас ходила к соседям снизу и спросила у них насчет раковины не забита ли у них раковина вот прежде чем кого-то вызывать решила удостовериться что проблема у меня они общая по стойку но они проверили при мне и у них все работает прекрасно так что проблема где-то рядом не уследишь за этой белкой вот непоседа сядь посиди попозируй мне вот вот как хорошо ее видно ну чего а вот еще одна белка еще одна белка вышла побегать здесь да Элджи тоже надоело дома сидеть вышла подышать воздухом свежим да Элджи вот прыг-прыг-скок сейчас еще ляжет здесь поспит полежит раньше такая гуляна была дома вообще не находилась целыми днями на улице еще и в более холодную погоду уходила из дома по снегу я уже рассказывала эту историю про Элджи она уходила за дома мне просто стало интересно как вот зимой по такому холоду где она может ходить по 12 часов по даже больше по 20 приходила на несколько часов домой и все я как-то раз мне стало любопытно я проследила куда она уходит она вот за этот дом дальше за следующий дом дальше туда глубоко глубоко в лес вот там вот за тем последним домом дальше очень много леса и там старый заброшенный сарай и под сараем подвальчик или что дырочка небольшая я не смогла уже туда дальше зайти проследила я до этой дырки вот она Элджи ну вот вы посмотрите на нее ты чего это ты главное не упади Элджи запрыгнула и сидит птички летают ей интересно у меня огонечки еще горят здесь высоко сижу да Элджи далеко гляжу там белка бегает или это же самое или другая вот под тем деревом только что забежала белочка там собачка собачка пошла гулять один раз видела лосей вот где собачка сейчас ходит вот около этих почтовых ящиков два лося было большой и маленький у меня даже фотографии есть один раз лоси были вот здесь вот около этого дома прямо вот где белочка сейчас бегала около этой елочки тоже ходил один лось большой такой в этом году ни разу не видела лосей Элджи так и будешь тут сидеть не упадет кошки не падает у них очень хорошая координация ну и напоследок покажу какой у меня получается шарфик вот половина готова этот шарфик вяжется вот отсюда с этого края до середины и так две части и вот там в середине они сошьются краешек дополнительно обвязывается ниточкой вот я уже обвязала ну вот и если на себе показать он довольно таки длинный вот такой в общем не знаю постирается конечно как обычно вот эти нитки постирается он будет мягче он будет выглядеть по-другому в принципе мне кажется неплохо ну по крайней мере что-то новенькое я вяжу с очень огромным с превеликим удовольствием ну и девчонки кто интересуется вот я надеюсь что видно название сайта shali-pancha.ru и вот он вот такой шарфик довольно хорошая схема здесь вот на нее кликаешь и она увеличивается хорошо читается такая вот схема и рисунок сам тоже вот так вот увеличивается вот такой вот шарфик итак я решила не ждать милости от природы решила справляться сама вот откручу сейчас колено и посмотрю что здесь творится у меня к сожалению вообще нет ни одного тазика пришлось мне подставить кастрюлю я ее потом конечно очень хорошо с чистящими средствами помою и вот смотрите что я здесь вижу вот вот такой засор в общем это оказались пищевые отходы никакой ни грязи ни мусора вот просто я вижу здесь остатки картошки и яйца которые яичные скорлупы которые я вчера чистила все вот так вот вот так я прочистила трубу сейчас все это я закрою и поставлю на место и так все у меня прекрасно работает ура ура проверяем здесь чтобы не протекало вот все у меня здесь сухо все я здесь закрутила причем от руки просто плотненько так и все ничего у меня не протекает не продвигает все работает идеально кастрюлечку я сейчас промою продезинфицирую с комитом и с отбеливателем вот хотя там никакой грязи особой не было просто остатки картошки вот вчера я делала драники и картошку размалывала вот здесь на измельчитель и вот эта измельченная картошка в этой трубе почему-то и оказалась не знаю не могу объяснить почему может быть я мало спустила воды вот когда этот включаешь измельчитель вот таким образом надо включать воду вот она пищу измельчает и тут же с водой она проходит канализацию может быть я как-то мало воды включила не про что она не прошла у меня эта картошка и застряла в колене в общем друзья мои вот таким образом я сегодня сэкономила тире заработала 100 долларов к семейному бюджету потому что не зря же говорят что сэкономленные деньги это заработанные деньги а вызов сантехника обошелся бы мне как минимум в 100 долларов а то может быть даже еще и больше надеюсь что вы тоже порадуетесь за то что я смогла справиться сама с этой небольшой пускай маленькой но тем не менее проблемой на этом я с вами прощаюсь всех целую всех люблю как обычно всем желаю счастья любви удачи и хорошего настроения пока-пока сэкономила